А пентаграммы помогают открывать ворота. Заблудший дух покинет покой. Кукла Вуду, приди. Вуду, Вуду ты здесь? Мать, это она. Душа Ирины и кукла Вуду, объединись и навеки соединись. Ира! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, это Катя. Всем привет! И, ребята, сегодня я пригласила в гости свою подругу. Кстати, она ведет свой инстаграм, очень интересный. Ссылку оставлю в описании. После просмотра ролика обязательно навестите ее и мой инстаграм, ссылки внизу. И сегодня я позвала Катю для того, чтобы с ней призвать духа. Вы знаете, чем больше людей делают обряд по вызову духа, то тем лучше и, я не знаю, там, сильнее получается. Ну, у меня на практике так. Поэтому сегодня Катя даже не знает, какого духа мы будем вызывать, потому что я специально ее не предупредила, потому что это, ну, это, это очень, это просто жесть, короче. Я могла бы и не согласиться. Да, могла бы и не согласиться, потому что, да, сегодня Кате предстоит заговорить куклу Вуду на меня. Куклу Вуду на меня. И что ей придется делать, ну, она будет потом испытывать, ну, ты знаешь, вот так вот нажимать на руку, на ногу и проверять, насколько мне больно или нет. Главное не заиграться, потому что, ааа, бошку ей открутишь, это кукле Вудзи, и все. И трэш будет. Так, для того, чтобы заговорить куклу Вуду, нам нужно ее призвать. Призвать мы будем при помощи нашей доски духов, она у нас здесь. Здесь очень много пентаграмм. А пентаграммы помогают открывать ворота в потусторонний мир и впускать сюда то существо, которое мы хотим впустить. Главное не паниковать и не бояться, если вдруг что-то пойдет не так. Обязательно на доске духов вместе нам с тобой опустить руки вот так вот сюда и попрощаться с духом. И нужно сосредоточиться очень сильно, просить то, чего ты именно хочешь, а именно мы хотим куклу Вуду. Куклу Вуду. Если она придет, то следующим обрядом будет обряд переселения моей души в эту куклу. У нас есть специальные заклинания, специальные слова, которые ты должна будешь сказать, и все, что произойдет. Все, теперь мы кладем планшетку сюда. Да, главное ничего не бойся, потому что доска, она как спиритическая вот ворота между тем и этим миром. Она это все дело чувствует и может как бы даже, если сильно бояться, вообще могут такие ворота открыть, что сюда просто нечисть полезет и нам уже просто прощаясь сказать, уже просто будет невозможно. Да, поэтому, короче, слова такие. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух покинь покой. И куклу Вуду приди три раза, поняла? Против часовой стрелки крутим. Готово? Да, все вместе. Три, четыре. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух покинь покой. Кукла Вуду приди, кукла Вуду приди, кукла Вуду приди. Сейчас не убирай пальцы. Смотри, короче, сейчас я буду задавать вопросы, она может мне не ответить, потому что, когда я вызываю духов, уже те духи, которых я вызывала, они уже, честно сказать, даже на связь не выходят, потому что они знают, что я их обратно отправляю, что у меня есть некая сила, которая может справиться с ними. Я сегодня попрошу тебя задать вопрос простой. Здесь кто-нибудь есть? Дух, назови свое имя, ответь. Ну, что-то в этом вроде, короче, давай. Хорошо. Здесь кто-нибудь есть? Сейчас, проси. Здесь кто-нибудь есть? Смотри, смотри, смотри. Все, смотри. Он пришел? Да, да. Дух вышел на связь. Все, теперь самое главное, нам нужно понять, где он находится. Что нам нужно делать? Нам нужно его найти. Возьми свечи. Что? Возьми. Здесь кто-нибудь есть? Кукла Вуду, где ты? Кукла Вуду, ты здесь? У нас есть два варианта. Либо она будет на кухне, либо в нашей спальне. Давай проверим сначала кухню. Да, давай посмотрим. Надо быть очень аккуратным. Нельзя включать яркий свет. Духи боятся этого и сразу уходят в потусторонний мир. И даже потом, после этого, тяжело их призвать сюда, обратно. Это очень-очень опасный эксперимент. Походу, здесь нет никого. Здесь никого нет. Эй! Здесь кто-нибудь есть? Ну, она же ответила на доски. Этот дух ответил на доски. Да. Может, проверим комнату? Давай. Ты видишь это? Как мы прошли мимо? Смотри на кровати, что-то жизнь какая-то лежит. Что это? Я не знаю. Какие-то покрывалы, какие-то старые. Как и знаешь, из бабкиного садука. Да, похоже. Вуду! Вуду, ты здесь? Вуду, ты здесь? Катя, я не знаю, что это за хрень. Я тоже не знаю. Что это за фигня? Погони, не трогай! Оно не дышит? Нет. Оно не живое там? Там ничего нет. Давай свечу. Давай свечу. Черт, что делать? Смотреть будем? Ну, надо посмотреть. Этого же не было. Нет, этого не было. Надо посмотреть. Ты готова? Я боюсь, если честно. Вообще, я не знаю, как, что там может быть внутри. Ты ничего не оставляла, Ник. Зачем я что-то буду оставлять? Мы призвали самую огромную куклу Вуду, самую страшную из них, понимаешь? Если она сейчас там под этими гнилыми покрывалами... Что это? Это маленькая кукла Вуду, которую я делала в одном из своих видео. Но я это все не клала. У меня вообще есть коллекция из кукол Вуду, которой я заговаривала. Я заговаривала куклу Вуду на Чаки, на Аннабель. Я заговаривала куклу Вуду на Клоун, на Беннивайза. Я даже уже вызывала эту куклу Вуду гигантскую. Она приходила ко мне. Но она была живая, понимаешь? А здесь лежит, она даже не дышит. И суть какая? Суть в том, что я хочу я селиться. Я ни разу еще на такую огромную куклу Вуду себя не заговаривала. Может просто случиться все, что угодно. Я не знаю, адекват какой будет, сможешь ли ты справиться. Но еще раз повторюсь, если что-то пойдет не так, погоди. У меня вот здесь святая вода. Сразу льешь на меня, короче говоря, чтобы моя душа, пока она сильно там не укоренилась, чтобы она смогла выйти оттуда. И убежишь к доске для вызова духов и прощаешься. Говоришь куклу Вуду, уходи, куклу Вуду, уходи, куклу Вуду, уходи. И прощай, опускаешь. Ладно, готовы. Пока, пока поставь. Если что, она будет здесь. Поставь пока, да. Давай, я не буду это трогать. Я сдерну. Давай, дергай. Мать! Это она! Это та гигантская куклу Вуду. Черт. Вообще жесть, да? Ее можно трогать? Трогать можно. Главное, чтобы она была не живая. Смотри, у нее как будто внутри как... Там что-то есть? Я не знаю, может быть, какие-то органы. Короче говоря, обычно куклу Вуду делают как? Иди сюда, я тебе сейчас расскажу. Нужно будет кусочек моих волос туда положить, кусочек ногти положить. Обычно так заговаривают. Но сегодня у меня новый обряд. Короче говоря, я лягу на нее, на куклу Вуду лягу, а ты будешь говорить. Душа Ирины с куклой Вуду объединись и навек соединись. Вот так вот. Душа Ирины и куклы Вуду объединись и навек соединись. Я сейчас лягу, три раза так скажешь. Это новый метод, который я узнала от своих подписчиков. Они пишут мне очень часто в Инстаграм. Они пишут мне разные обряды и в комментариях также. Поэтому я сегодня ее призвала, мы сейчас это попробуем. Еще раз. Душа Ирины и куклы Вуду объединись и навек соединись. Все, я короче ложусь. Три раза. Смотри, еще раз я говорю, может вообще быть реально неадекват. Так что постарайся справиться. Жесть. Ты знаешь, прям... Тебе не страшно? Да пипец, как страшно. Конечно, страшно. Ты готова? Нет, но надо попробовать. Давай попробуем, а потом посмотрим, что будет. О, мамочки. Душа Ирины и куклы Вуду объединись и навек соединись. Душа Ирины и куклы Вуду объединись и навек соединись. Душа Ирины и куклы Вуду объединись и навек соединись. Ирины и куклы Вуду объединись. Ира Нет, ее здесь нет Ты кто? Ее здесь нет Ты кто? Я так долго этого ждал Я так долго этого ждал Я так долго ждал Когда вы осуществите Эту ошибку Мы тебя вызвали Где Ирина? Ты кто? Поглотил ее душу Зачем? Ирина! Катя! Говори заклинание! Заклини! Святая вода Получи! Еще! Девчонка! Получи! Ты этим не избавишься от меня! Я сильнее твоей водички! Катя! 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 Помоги! Анна что-то сделала с моими ногами! Помоги! Что-то с ногами! Я не могу! Что там? Ирина! У тебя кровь! Освободи меня! Катя! Катя! Катюш! Руку! Руку! Давай! Вставай! Вставай! Тихо! Что это? Черт! Есть что-нибудь? На! Перевязывай! Оно что-то сделало с моими ногами! Тихо! Давай, перевяжем, Ира! Давай, давай, перевязывай! Катя! Катя! Я не знаю, что-то было внутри! Что ты видела? Что? Что? Что он сделал? Он как будто меня поглотил изнутри! Там что-то было внутри! Я не знаю! Такое ощущение, что... Сейчас я посмотрю. В ногах у этой куклы вот были... Иглы? Да. А оно втыкало их в мои ноги. Я ходила. Вернее, оно мной управляло. Оно меня вело. Эти иглы втыкались в мои ноги, Катя. Поэтому у тебя и кровь. Но я не понимаю. Сейчас нет боли после того, как ты... Что ты сделал? Ты завершила обряд? Да, я просто завершила обряд. И ты вернулась из этого вот чудовища. Ты понимаешь, то, что... После того, как ты произнесла обряд и все это сделала... Все, у меня ни одних ран нет. Дело в том, что это зелье, оно не только как святая вода действует. Оно еще помогает восстанавливать и регенерировать ткани человека. То есть сейчас мне уже не больно. Мне просто нужно все это отмыть. Понимаешь? Посмотри, даже никаких следов нигде нет. Просто, вот просто кровь и все. Больше ничего нет. Я поняла. Это просто жизнь. Такое бывает в потустороннем мире. Просто я тебя не подготовила к этому. Получается, что там на меня могут нападать существа, причинять мне боль. Но как только я возвращаюсь в этот мир, со мной все нормально. Так что ты в следующий раз, я вижу, что ты, наверное, растерялась, потому что он практически завладел мной. Эту куклу Вуду практически завладел мной. Нам с тобой нужно будет избавиться. У меня есть предложение. Короче, давай эту куклу Вуду проведем обряд и закопаем где-нибудь в лесу. В 3 часа ночи обязательно нужно сделать особый обряд. Ребята, если вы хотите увидеть, как мы проводим обряд с куклой Вуду ночью в 3 часа ночи, то обязательно поставьте этому видео лайк. Подпишитесь на мой инстаграм, на инстаграм Кате. Ссылки в описании. До новых встреч в новых мистических видео. С вами была я, королева мистики. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»